шаббат шалом дорогие друзья с вами равен каплан и речь сегодня пойдет о недельной главе торы шлах лиха в этой главе мы читаем отчет разведчиков посланных маши рабейну разведать землю обетован и узнать о ее обитателях 10 из 12 вернулись в отчаянии они сломали не только свой но и дух народа высказал предположение что те не смогут завоевать эту землю поскольку силен народ живущий в этой стране и города укрепленные очень большие разведчики утверждали не можем и идти на народ тот ибо он сильнее нас на самом деле разведчики выразились еще сильнее на иврите словосочетание чем мы может быть переведено и как чем он то есть вы глазах на анские народы были образно говоря сильнее даже чем бог как спросите вы меня спустя столь короткое время после чудесного освобождения из египта разведчики могли сомневаться что всевышний поможет народу нашему народу победить надо начать с того дорогие друзья что посылая разведчиков маши велел им высмотреть землю или природу почву силу обитателей на все эти вопросы они честно ответили сообщив о том что они видели но маши предварил свои указания словами осмотрите страну зрение это не просто способность человека видеть не просто один из органов чувств слышать обонять вкушать или прикасаться значит воспринимать собирать сведения которые сообщают нам о природе и характеристикам того или иного явления что-то увидеть означает испытать это когда мы говорим я это видел фактически мы хотим сказать это правда испытанная мною в полной мере и убедить меня в чем-то другом вы не сможете осмотрите страну сказал маши разведчиком тем самым он говорил я посылаю вас не просто собирать данные я посылаю вас как разведчиком самом буквальном смысле этого слова я посылаю вас говорил маши стать глазами израиль по средствам вашим глаз весь народ получит абсолютные и не недвусмысленные сведения и о божественном наследии здесь разведчики не исполнили свою миссию они обошли страну изучили ее землю попробовали обнюхали и ощупали ее плоды и проанализировали собранные факты но они не увидели страну и не принесли это видение народу израиль и возникла путаница одна из величайших трагедий в истории еврейского народа чтобы разобраться с возникшей путаницей заглянем немного вперед в недельную главу тора дворим но пришли ко мне все вы и сказали пошлем людей перед собою чтобы разведали они нам страну и рассказали нам о дороге по которой нам идти и о городах которым нам идти и понравилось мне слово это и взял я из вас 12 человек по одному человеку из колена дворим 1 22 23 то есть маши обрадовался решив что если люди созрели для совместных требований то возможно созрели и до совместного управления и наконец могут снять с него бремя единоличной власти естественно он поделился своим замыслом со всевышним но господь был настроен не столь оптимистично через 40 дней разведчики возвращаются и начинают распространять фейки и распустили они злую молву о стране которую вы смотрели между сынами израиля говоря страна которые прошли мысь чтобы высмотреть ее эта страна губящая своих жителей в оригинале надо сказать упоминается более сильное выражение эритс ухелит йошвея страна пожирающая своих жителей весь народ который мы видели в ней люди великан там видели мы больших сынов она к потомков его и были они в глазах своих как саранча и такими были в их глазах 10 шпионов распространявших фейки виновны поэтому и погибли но за что же наказать все общество израиля ведь еврейский народ был приговорен всевышним еще 38 лет бродить по пустыне а если это было не наказание а всего лишь констатация факта можно сказать обработка результатов эксперимента ведь для того чтобы фейк по-настоящему прижился в народном сознании необходимо критическая масса людей готовых поверить в него мы ведь склонны к тому чтобы воспринимать как достоверный факт информации соответствующий нашим убеждений и верим людям разделяющим наши убеждения здесь уместно напомнить что человек представляет собой не только подсознательное но и прежде всего именно сознательное существо что он призван не просто правда подобно как это делали разведчики обходя подводные камни страхов но именно правдиво рассказывать о том что действительно происходит с нами и в нем именно правдивый рассказ дополняет и завершает человеческую самоидентификацию человеческое бытие и в значительной мере именно благодаря своей эксклюзивной правдивости наша история отраженная в тексте танаха превратилась в основу уже не только еврейской но всей человеческой истории целью жизни дорогие друзья по законам торы является не только возвышение нашей души а освещение еще и нашего мира иногда мы колеблемся стоит помогать другим в их духовном развитии поскольку чувствуем что это негативно скажется на нас самих возможно нам придется пройти или пойти на компромиссы или даже спуститься с достигнутого уровня но это все та же ошибка духовность не заключается в самом себе она не есть частное владение не представлено для того чтобы делиться а представлена для того чтобы делиться со всем мир напротив суть ее состоит в том что еврей выходит за рамки самого себя чтобы помочь другому еврею цель каждой митвы создать жилища для бога в этом мире митва это путь найти бога в единственном а не в сверхъестественном чудеса поддерживающие нас в пустыне не были вершиной духовного опыта они были лишь подготовкой для выполнения настоящей задачи задачи овладеть землей израиля и сделать ее святой землей этого я нам всем и желаю браха вас лоха будьте здоровы шаббат шалом ваш раввин каплан митва 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 митва